Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. 32 годы тому советские войски покинули территорию Афганистана. Эту дату означают по всей территории былого СССР. В память загинувших воинов и в знак поваги тем, кто вернулся домой живым, в Гомеле прошли акции и митинги. Подробности в следующем сюжете. Собор святых апостолов Петра и Паула. Раница и в храме отбылась опоминальная служба. Сегодня тут пригадали и помолились за наших земляков. Ты, кто по воле лесу трапил у далекий Афганистан выконывать воинский обовязок и скончил там свой житёвый шлях. Што год 15 лютого тут проходясь богослужэнне у память об 124 наших земляках, загинувших у Афгане. Гэта важная традиция для усіх, каго такті инакш закранула гэтая вайна. Як и што гадовый митинг каля мемориалы помніка воинам-интернационалистам. Сотні людей, сяроды яких керавництва города і в області, силовых структур, колективы предприємствов, молодь і ведома ветерана-интернаціоналісты. Для афганців митинг не толькі нагода пригадаць ваенную молодость, але і сустрецца з баевыми товаришами. У кожного зіх свая історія і гаварыць об'єй непроста. Я служив в 45-м отдельному інженера-саперному полку. Был сапером. Як говориться, шли на разминирование. Разминировали. Ну і за нами уже шли, як говориться, другие подразделения. Молоді парні були і вот погибли. Нам удалося как бы остаться живими. І ми йдем кожен год памінать наших товаришів. Обласна ветеранська організація «Саправднае братства». Агульными намаганнямі афганцы робять усе махчыме, кабу віковерчить пам'ять об вайне і загинувших у баях земляках. Работа проводяться у розних напрямках. От выдання книг до створення музейних експозицій. Последня наша работа была – ми выпустили очень красивую книгу «Гамельчанина далекой вайні». Вот альбом. Вот сейчас вместе с музеем, городским музеем, мы делаем очень хорошую выставку. Я думаю, что к 9 мая мы ее откроем. Выставка. Они провожали их в армию, они не вернулись из Афганистана. Это просто изумительно. Сегодня мы насобирали материалы. Это и письма, это и похоронки, это и фотографии матерей, фотографии местности, где жили погибшие ветераны и так далее. На приконце Афганской войны на Радиму вернулись больше, как 5000 уродженцев Гомельской области. На сегодня в регионе проживают 3500 афганцев, а так само 122 воины-интернационалисты, которые удельничали в других локальных конфликтах. Миколай Скинтян, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомель.